Потому что складывается впечатление, ты сидишь ленивый на диване, поэтому у тебя нет миллионов. Каждый, сделай только один шаг, нажми на кнопку, или войди в какой-то проект, и у тебя уже завтра будут миллионы. Мне кажется, это пустые слова. Ну, скажем так, это да. Но, скажем, получить деньги реально, если целенаправленно этим заниматься. У нас три способа есть зарабатывания денег. Деньги из денег, деньги из информации и деньги из взаимоотношения с людьми. Самый такой легкий способ – это деньги из денег. Ты можешь начать с одного рубля сделать два рубля, из двух рублей сделать четыре и так далее. Это реально. Просто надо этим заниматься. Мало кто хочет. Когда четыре рубля появилось, он пошел себе, купил что-то интересненькое. И все, он вышел из проекта. А тут надо упорство. Поэтому предпринимательство – это же добро на самом деле. Это люди, которые способны целенаправленно в течение длительного периода заниматься проектом, заниматься проектом, заниматься проектом. А некоторые люди не способны. Вот у меня пример такой яркий. Однажды директор лаборатории крупного института. Мы общались. И подвожу как-то в старые времена знакомого китайца на поля. Он мне вытаскивает арбузов в машину. И гляжу, кто-то у него на поле стоит с тяпкой и раком там. Я гляжу, это вот начальник лаборатории. Я подхожу, говорю, ты что здесь делаешь-то? На поле у китайца стоишь вверху задницы. Он деньги платит. Я говорю, ты понимаешь, что вот это земля твоего института? И так далее. Ты этим не занимаешься, занимается этим вот эта куля китаец. И ты стоишь у него вот в позе, деньги ты зарабатываешь. Это разные уровни мышления. Если человек делает шаг за шагом неправильный выбор, он всегда будет себя плохо чувствовать. Вот все-таки на этом примере-то. Если бы не нужно было зарабатывать денег, то не было бы такой казусной ситуации. Если не нужно зарабатывать денег, мы получаем цивилизацию иждивенцев, которые не шеволятся и вообще ничего не делают. У нас должна быть схема такая. У нас должно быть социальное обеспечение, которое позволяет тебе жить в тепле, купить какую-то одежду и пищу. А на остальное ты должен заработать сам. Вот этот социальный минимум должно давать государство. А вот на все ништячки, там уже телефоны, машины, ты должен заработать сам. А вот коммунизм, вам принципы коммунизма, вот мы же с вами пожили в Советском Союзе, мы чуть-чуть, наверное, не достроили этот коммунизм. Вот если бы он был реально возможен, вас бы устроило такое общество, вот лично? Вот коммунизм – это недостижимая фантазия о социальном строе. На самом деле коммунизм, вот согласно определению, это общественная собственность на средства производства и ничего более. Никакое счастье к общественной собственности не прилагается. Никакая там справедливость не прилагается. Это вранье. Коммунизм – это вранье. Это вранье, разработанное британскими институтами для разложения отсталых стран, для дальнейшего разложения. Идея, которая заменяет адекватное налогообложение. Вот капитал можно адекватно обложить налогом и построить социализм в любой стране, чтобы с капитала каждый житель страны получал деньги. А как это – капитал и социализм? Как это вместе? Подождите, я договорю. Простите, ага. Вот, чтобы с капитала каждый житель страны получал достаточно социальное обеспечение, чтобы все было построено на базе этого налога. Вместо этого вам предлагается начать друг друга убивать из-за классовой борьбы, которая нужна для недостижимой цели, для коммунизма. То есть вы сейчас сами себя поубиваете, а потом мы, наверное, построим сладкое общество. Вот, коммунизм, когда будут работать машины, а мы будем все лежать и ничего не делать. Вот это вот обман для отсталых стран. Вот это вот была разработка такая, в которую жители Советского Союза должны были верить и готовить почву для дальнейшего отделения Советского Союза на самостоятельное государство. Вот и все. Я не помню, чтобы было коммунизм, это ничего не делать. Можно заниматься творчеством. Вот я по себе. Пусть люди... Да-да-да, вы будете заниматься творчеством, но на работу вам ходить не надо, будет работать машина. Да-да-да. Все так и есть. Нет, не работать будет машина. Каждый будет вкладывать по возможности. Да-да-да-да-да. Что такое каждый будет вкладывать по возможности? Никто ничего не будет вкладывать на практике. Вот давайте, вот в вашем подъезде, вашего дома Мы все машины возьмем, объявим общественной собственностью. Кто будет заливать масло за свой счет? Никто. А у нас будет коллективная собственность? Да, в результате в соседнем доме идет частная собственность. И через год будут ездить нормальные машины. А ваши все развалятся, потому что там никто масла вовремя не заменит. Нет, у нас будет везде коммунизм. Не будет соседних домов. Вот уже пошел терроризм на государственном уровне. Нет, у нас везде будет, как у нас. То есть давление. Это психологические моменты. Так устроен человек, тут уж ничего не поделаешь. Виктор, правильно я поняла, что ваш проект коммерческий? То есть вы ждете вот эту капитализацию и выгоду через какое-то время? Если бы мы ждали капитализацию, мы бы ничего не делали. Наш проект, он образовательный, он вспомогательный, он спасательный, наш проект. Мы спасаем нашу цивилизацию от слабоумия. Вот нашу планету захватили дуры, и они уничтожают нашу цивилизацию. Но это не мужчина, а женщина, это образное сравнение. Да, мне понравилось вот это. Я тоже теперь вот это прям термин, можно сказать, использую. Но слушать этот термин... И мы спасаем нашу цивилизацию. Мы понимаем, чтобы нам куда-то двигаться, нам все равно нужны стартовые какие-то средства и так далее. Мы над этим работаем. И очень много ребят нам помогают, что-то делают, участвуют, там фильмы режут, все делают, отражают информационные атаки. У нас непростая ситуация в плане материального обеспечения, потому что просто, чтобы проект не угасал, нам все равно какие-то денежки нужны. Вот. Ну, как-то пока образуется это все. Ну, цель наша такая, выход нашего проекта. Нам скоро... Ну, не надо будет об этом думать. Мы материально перспективные. Хорошо. Вы не похожи ни на кого. У вас есть, действительно, я согласна, такие прям нравственные основы, которые какие-то требования, вот, правильные, на которые душа откликается. Вот у меня только сомнения все, не все. Вот вы бы могли жить счастливо в локальном участке, зная, что кругом есть те, у кого живется плохо. Вот я, например, по себе один раз столкнулась, приехала купить какую-то вещь, причем попросила скидку. Он мне вроде бы согласился, когда я подогнала машину, оказалось, что он мне дверь не открыл. То есть ему вот эта 500-рублевная скидка была, ну, настолько жалко. А у него стоял такой особняк. Я когда зашла к нему посмотреть эту вещь, я вообще никогда такого, такой роскоши не видела. А рядом стоит халупа, пошивенькая халупа. И я вот стою, и мне некомфортно. Вот мне бы хотелось, чтобы всем было хорошо, тогда я буду спать спокойно. А вы считаете, достаточно вот локального счастья? Тут смысл такой. Вот две вещи, противоречащие сразу. Первое я озвучу. У нас должно быть социальный минимум, который дает государство, который позволяет выживать, который позволяет человеку не страдать. Но у него должна быть мотивация для того, чтобы он делал какие-то шаги, чтобы он не всю жизнь пролежал на диване, чтобы он чем-то занялся. И если его полностью всех отсыпать денежками, то никто ничего делать не будет. Вот так, это реальность. Если у всех есть денежки, все становятся пенсионерами. Поэтому делается такая позиция. Дальше. У нас мы живем не просто на безграничном ресурсе, мы живем на конечном ресурсе. Наша планета – это конечный ресурс. Если мы будем просто себя раздувать и параллельно с собой раздувать все остальные цивилизации, все остальные народы и так далее, страны, то мы убьем свою планету, убьем место своего проживания и ничего не сможем достичь, конечно, в итоге. Мы просто саморазрушимся. Поэтому необходим баланс между первым, вторым, третьим. Виктор, я у вас услышала в одном ролике, где вы озвучили, что планета чья-то, а мы тут как типа осы можем чуточку подобнаглеть, и что нас ждет? Как вы считаете, откуда все взялось? Вселенная сотворена каким-то высшим разумом или все само собой? Это разговор просто про термин. Откуда взялась Вселенная? Про термин Вселенная. Что мы сейчас считаем Вселенной? Место вселения человека. Что? Место вселения человека. Вот человек мы и все, что вокруг нас. Вот это какая-то область в нашем пространстве, заселенная людьми. Это могло быть раньше, сейчас, но сейчас одновременно с этим бытует версия определения термина, что Вселенная – это все пространство, и вся материя расположена в этом пространстве. То есть не только зона заселенная человека. Ну не столь важно. Откуда все взялось? Или было всегда? Пространство было всегда. Материя в пространстве была всегда. Материя изменяется. Жизнь зарождалась многократно в этой безграничной Вселенной. Мы – часть этой жизни, которая с большой вероятностью родилась не на Земле, а была привнесена. Способы привнесения есть различные. Здесь пансфермия, управляемая, неуправляемая, нас могло просто надуть, скажем, в форме микроорганизмов, и потом мы развились на какие-то сложные формы. Либо кто-то нас завез сюда, подселил уже в каких-то сложных формах, сделал такой оазис, как вот аквариум заселяют, так и нас, в принципе, могли заселить. Возможно, варианты. Какой из них именно корректен и точен, мы утверждать не можем. Но наиболее вероятно, что мы родились не здесь, наш человеческий вид. И, скорее всего, мы привнесены уже в какой-то более развитой стадии на эту Землю. Вот смотрите, я встретила одного тоже уникального человека на просторах интернета. У него псевдоним Александр Котлин. И мне очень понравились мысли, что вот эти непрерывность, вечность и бесконечность – это математические абстракции, которых нет в реальности. Вы с этим не согласитесь, да? Это вообще абсолютно неверное утверждение. Вот вы в пространстве находитесь, оно же реально, да? Вот объективно. У него нет такого свойства, которое позволяет ему прерваться, закончиться. Мы можем кирпич повесить, но это не закончит наше пространство, да? За кирпичом будет пространство дальше уходить, туда, в ту сторону. И так далее. Будет бесконечное пространство уходить вправо, и влево, и в любую сторону. Это мы умозрительно можем так построить. А реальность, она может быть другой. Нет, не может быть. А я пример можно приведу? Можно приведу пример? Давайте. Вот когда бурили землю, бурили, бурили землю, потом на сколько-то там километров оставили бур, пришли, он исчез. Еще бурят, а он исчез. Оказалось, что там вообще иные физические законы, все по-другому. То есть экстраполировать то, как мы узнали вот здесь, на бесконечное, это незаконно. Подожди, подожди, вы говорите про материю. Ну. А я говорю про пространство. Вот свойства пространства, они другие, они определены, они четко известны. Вы можете их проверить сами. Вы можете взять, что-то метод перед собой. Но вы сказали, все это пространство, наполненное материей. Есть пространство без материи? Есть. Пространство – это понятие, независимое от материи. Вот оно есть независимо. Носитесь вы по нему с кирпичом или без кирпича, неважно. Пространство, как объект, есть. Оно не зависит от материи. Совершенно пустого пространства нет. Но это ничего не меняет. Есть пространство, в котором есть материя. и что пространство осталось пространством. Свойства пространства изучаемы, доказуемы, известны. Вот известна вместительность пространства. Мы можем туда вместить что-то, набить что-то. Свобода перемещения мы можем переместить. Протяженность известна. Нематериальность. Изначально по статусу определения и по экспериментам мы понимаем, что это нематериальное действие. Я согласна. И это пространство не может прерваться чем-то материальным и не может закончиться. Мы не можем закончить ничто. В материальном вещественном плане пространство ничто. Мы не можем закончить ничто. Значит, оно у нас продолжается бесконечно. А раз оно продолжается бесконечно, значит, тезисы вашего товарища, которого вы озвучили, несостоятельны. Это факт. Ну что значит продолжается? Во-первых, мы не можем это проверить. Вы сами вот тут, мне кажется, не противоречите. Вот мы же экспериментально не можем сходить в бесконечность? Значит, мы ничего не можем говорить о том, есть она или нет. Нет, вы можете из бесконечности прибыть вот в эту точку? Можете прибывать, пожалуйста. Это математически мы так можем абстрактно представить. Абстрактно мы перемещаем заряд из бесконечности в данную точку. Вот точка, где мы находимся, она не абстрактна, она реальна. Да, наша точка реальна. Пребывать в эту точку бесконечно долгое время не можете. Пребывать и прибывать. Миллиард лет прибывать. Но вот эта точка вам, пожалуйста, когда вы до нее доберетесь, она есть. Это факт. Вы можете прибыть с расстояния трех метров, а можете с десяти километров сюда прибыть. И со ста пятидесяти километров, и с миллиардов километров. Это все конечные величины, это все конечные. А прибудьте из бесконечности до бесконечно длительное время. Вам кто-то мешает? За бесконечно длительное время Значит никогда не прибудем Разве не так? Вы никогда не прибудете Но уже точно известно, что этот кубик здесь есть И свойства этого кубика известны Но это здесь А там, в бесконечности Вы же из той бесконечности Сюда прибываете Нет, я тут родилась Свойства этого кубика не меняются Какая бы бесконечность Вам не затуманивала воображение А я проведу аналогию Вашей терминологии Я с вами не спорю Мне интересно Общаться с человеком живым и настоящим Пожалуйста, чтобы вы не понимали Что спорю Вот, например, курица Она живет в курятнике И она может сказать Как устроен мой курятник, так везде на участке А я-то знаю Что на моем участке, окроме курятника Есть еще много разных пространств Где другие свойства Нет, 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 нет Не пространств Не пространств, а мест в пространстве Курица говорила о материи А мы говорим о пространстве Свойства материи отличаются от свойств пространства Поэтому, когда мы приводим какие-то аналогии Давайте приводить их на базовых пространственных свойств Все Тогда это будет скорректно Материя здесь неуместна Согласна Философия меня научила, что истинно конкретно Ладно Но по экспериментальному методу Мы все равно судим Обо всем только потому Что окружает нас в ближайшем пространстве В ближайшем окружении Мы же не были нигде Мы не можем проверить Как вы говорите Вот по научному методу Как устроено где-то на другом конце вселенной Вот на другом конце вселенной Мы можем сосчитать Что-то конкретное Или что-то абстрактное Вот светлый образ Того что-то может быть Как-то неизведанно по-другому Или какое-то конкретное свойство Будет ли вместительность В следующем метре Будет Ладно Вместительность Согласна Хорошее слово Вместительность будет везде Может ли закончиться вместительность В следующем метре Чисто технически никак Если мы туда повесим кирпичи Вместительность не закончится А может такое Чтобы в том месте На другом конце вселенной Кирпичей бы не могло существовать В принципе То есть там было бы иное место Иначе обустроено С иными физическими законами Такое можно? Бывает? На данном этапе рассуждения Вы можете применительно К материи Применять что угодно Принять любые версии Но мы говорим не о материи Мы говорим о части пространства И физических свойствах Местительности Так вот Местительность И этого кубика И следующего В ту сторону В любую Она не зависит от материи Есть там она или нет И она не может закончиться Вот вместительность Не погнется Не потеряется Не упроется Я согласна Да все Я поняла Это то что Местительность Мы разобрались Совсем рядом Кубиков Уходящих вдаль Со свободой перемещения В этом кубике Следующее свойство Пространство Свобода перемещения Она не может И в этом кубике Закончиться И в следующем Даже если мы навесим кирпичи Это не повлияет На свободу перемещения Потому что кирпичи Можно вытащить И в реальном пространстве Свобода перемещения Останется Протяженность Тоже Хорошо Ни одно свойство Не может Ни через метр Ни тысячу метров Ни через миллиарды километров Ни через бесконечность Утратиться Поэтому мы Жестко говорим Что Эти свойства Распространяются На все пространство Все На все Но не обязательно Оно должно быть Бесконечным Да Бесконечным Должно быть Потому что Все 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 Я поняла Еще вот вопрос такой Вот человек Мыслит понятиями В разных языках Мы смотрим По переводу слов У нас Вот это понятие Как некая картинка У нас она Вот на такие фрагменты Поделена слова А в другом языке Оно поделено Совсем иначе То есть как будто Мы целую картинку Делим на пазлы Разными способами Поэтому вот мы берем Русское слово И в переводе на другой язык Там много вариантов То есть где-то пересекаются Где-то касаются Где-то различаются По нюансам То есть у нас Даже в пределах Нашей земли У разных людей Мир поделен На разные понятия И запечатлен в языке Откуда мы можем Можем ли мы быть уверены Что вот на том языке Который есть у нашего народа Мы можем описать Тот сложный мир В котором нам Посчастливилось жить Как вот сказана фраза Откуда ты знаешь Что тот язык На котором мы продаем Помидоры Подходит для описания Ну Мироустройства Физических законов Физики Природы Происхождения Это может быть трудно Если вы посредством Данных звуков Не можете описать Какой-то термин Поскольку этого не наблюдается Мы можем написать Любой термин Как бы проблем с этим нет Мы можем описать Мы можем описать то Что мы поняли А есть ведь Куча непознанных Это вопрос Тогда не языка Это вопрос Понимания Давайте тогда Перефразируем вопрос Что вы делаете В следующую среду Например Поболтаем Может еще раз А сегодня закончим Да Хорошо Виктор Спасибо вам огромное Что вы выделили время На меня Мне было Безмерно приятно С вами пообщаться С вами был Виктор Катючек С вами была Лилия Филимонова Канал Научный трибунал Всем добра Иметь не одно значение Значит не иметь Ни одного значения Если у слов нет значения Значит утрачено Всякая возможность Рассуждать друг с другом А в действительности И самим собой Ибо невозможно Ничего мыслить Если не мыслить Что-нибудь одно Это первый закон логики Но 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 дуракам закон не писан Если писан То не читан Если читан То не понят Если понят То не так Сосредотачивайтесь Подписывайтесь на наш канал Разносите нашу информацию По интернету С вами был Виктор Катючек Телеканал Научный трибунал Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok